сегодня 20 апреля 2017 года я смотрю как тут подъехал какая-то машина Никита заболел гайморит Володя уехал я пока тут один так это у нас приходил Игорь на машине Игорь Глушков он видимо выкатывает сам вот так ну да вот он выкатил ее вот отпирает ворота замочек снимает это он торгует берет молоко делает сепарацию я его зову сепаратист и продает и где он продает тоже не знаю в Барнауле или дальше ездит где ну старается ребятишек кормить надо хоть жена и произвела развод но он кормит ребятишек и заботиться а у меня он тут оставляет технику свою да благословит их всех Господь жена у него огородница прекрасная она парник там свою как называют теплицу раньше всех выращивает там не сидит она все делала их цыплят тому выпарил какой-то у нее инкубатор свой домашний вот так ну все знает как делать не первый раз вот так приезжает а тут проверили вчера добунова Игоря что-то совсем не ладно у него там внутри цепочку протягивает чтобы с той стороны закрыть ее зашел спросил молоко надо и ответил нет не надо это его машина оказывается стояла он добрый он всегда старается дать но я стараюсь всегда рассчитаться с ним но поэтому без молока мы можем обойтись своих коров надо держать для него молоко это валюта сливки там творог еще что-то делают вот он пошел видимо ко мне сюда прийти сейчас он зайдет я небольшое интервью у него возьму небольшое интервью тебя взять хочу пожалуйста ты молота коров ты сейчас не держите ли нет коров нету саша купили скафы купили одну понятно саша будет держать коров да уже купили она в корче сколько одну одну пока а я слышал что игорь барабаш уменьшает свое стадо можно было у него купить или у него как они корову но это было под вопросом будет он не будет мы с катей разговаривали она говорит вроде хотели вроде не хотят то есть конкретно что они будут продавать еще не было а тут появилась вещь что в корче на продают корову поехали посмотрели горит корова хорошая она уже телилась очень довольна сколько лет ей корове 4 4 теленка молодая так и сколько стоит это ну за нее отдали 55 тысяч того стоит да стоит так а ты не знаешь павел привозил породистых каких-то продал вермачиху от них потомки есть нет вот этого я не знаю но ты знаешь он привозил ну да у него была одна корова кто над московья там до галштинской породы хорошая порода все а что с ней дальше было я не знаю а ты молоко то где берешь или как ты чем торгуешься молоком или да я у сергея знакомого покупаем молоко а конусом много коров держит или 15 коров он сдает пола кона молзавод у него свои коровы до свои коровы а где он корм добывает им ну он же в сурывок он там косит сено у него свои покосы техника без проблем это где он в урывке до село урывки и почем молоко сегодня ой ну я не знаю почему он сдает но мне он по 28 продает 28 рублей литра и потом ты молоко это то перри где-то перерабатываю перерабатываешь нашу на сливки на творог сметану да так ну к примеру сказать из 10 литров этого купленного молока сколько сливок получается сколько сливок ну около хороших продажных ну 8 можно сказать 8 4 литра 4 литра сливок с фляги 4 литра сливок с фляги а во фляге 40 литров а значит получается и на 10 литров 1 литр сливок но это да то так далее теперь этот литр сливок сколько будет стоить ну это смотря кто как продает и ну как ну допустим ты продаешь контейнеры маленькими контейнеры сколько ну пол литровый контейнер я за 125 это пол литров он такой вот он пол литровый стоит это вот этот пол литровый да я мешочках продают два мешочка. А какой-то маленький больно. Ну, пол-литра так и есть. Так и есть пол-литра? Да. Ну, литр, ну, в граммах вроде бы там как бы поменьше граммах, но по объему он пол-литра считается. Ну, имя по объему есть. И у тебя получается с фляги, допустим, ты купил флягу, что тебе-то остаётся, когда ты продаёшь? Какая выгода? Ну, чуть меньше половины. Ну, то есть ты не в проигрыше? Нет, я не в проигрыше, ну, не в богатом таком. Хорошо. А которая обратно теперь куда ты его деваешь? Обрат варю на творог. А сколько получается с фляги? Ну, допустим, 40 литров у тебя обратно. А творога сколько будет? Ну, во-первых, там не 40 литров, там уже меньше будет. То, что сметану... Ну, допустим, набралось 40. Ну, там ещё один такой нюанс есть. Если ты дашь ему скиснуть как положено, у него будет 10 пакетиков с фляги. Если ты недокиснешь меньше, если перекиснешь, там может быть и 11, но он уже будет кислый. С кислинкой. То есть, тут надо... Ты можешь поймать, не поймать. То есть, в среднем где-то, ну, чуть больше 9 пакетиков. Ага. А пакетик сколько это? Пол-литра. Ну, порядка где-то, считать, если 10 пакетиков... Это мы договорились 40 литров во фляге. У тебя 4 литра сливок получается. И сколько творога? Ну, 5 не получается. 5 килограммов не получается. Чуть меньше 5, где-то 4,5. А кто из вас сыр варит? У нас никто не варит. Какой-то сыр привезли, он на сыр не похожий. Я называю кизиин. Ну, это может быть Игорь варит. Они же не выезжали. Они уже все, что можно с него... Я его в понедельник или во вторник, я его видел в Корчино, разговаривались. Он уже говорит, все, у меня, говорит, холодильники забиты. Мы, говорит, уже масло взбили. Срочно выезжать надо. Вот, будут найти выходные дороги. Хорошо. А масло-то или они... Кто-то делает масло? Мы делаем масло иногда. И сколько вот с фляги 40 литров, если все перевести в сливки, а потом на масло. Сколько масла с фляги? На 40 литров молока? Ну, в общем, где-то около 2 килограммов масла. Сколько? 2 килограмма. 2 килограмма сливочного масла с фляги? Да. Удивительное дело. Вот, я читал это у Владимира Щевелихина. Он такой писатель был. Ездил где Швецию, там, где сепаратор изобретает. И каких только опытов не делали. Ну, траву, конечно, берут не сухую. Корову-то любую ест. Чтобы сделать молоко. Ну, молоко получается, говорит, но только зеленое. И когда одним молоком кормили кошку, она сдохла. Мога. О, а когда стали добавлять, говорит, молоко, ну, она жила. Значит, самая современная технология не могут ничего сделать. Это скрыто. Скрыто. Как она проходит, где-то там она проходит, превращается в молоко. Смотришь, корову доешь, чудеса, думаешь. Так ты как, то у тебя корова здесь, я не знаю, еще было, заколол-то ей, дал нам вымя. Так мы ее резали собакам, а из нее молоко текло. Да. Корову режешь, режешь корову, вот если ты ее зарезал, все, ее разделаешь, доходишь до вымя, начинаешь с нее тебе молоко текать. Это в одном фильме, там, поп или как, немец, там, убили корову, она лежит на боку, он ее доит. Да. Это факт. Да. Пока она еще тепленькая, ну, может быть. Ну, да, но только она упала, он подошел и думаешь, вот это, как же так это. Может быть, да. А вот я как-то загадку загадывал человеку, я говорю, вы брезгливые? Ну, не так, чтобы все. Я говорю, ну, вот если с полу подобранное грязное яблоко будете есть, а еще я ради буду есть. Я говорю, а если ты вот посмотришь, человек сморкнулся там или сблевал, ты будешь есть? Да, конечно, нет. Но если вот такую машину сделать, ну, показывает там, где-то в Гонконге, русскому там пришел представитель, ему дают пить. Говорит, а вы знаете, он выпил нормально. Он говорит, да, это из туалета взято. Переработала техника. Я говорю, а вы не стали бы? Нет. Я говорю, а в доме у человека такая машина есть и склевая. Это называется курица. И яичко ты с удовольствием и омлет сделаешь. Так оно, яичко, ладно, сформируется. Там, чтобы сформировать яичко, настолько сложный процесс. Там что-то 22 аминокислоты надо, чтобы сформировалось. Там же белок, желток. И плюс еще кальций, все это обдать. И там внутри пленка такая, как целлофан. Да, и пленочка между кальцием, шкарлупой и самым яичком пленочка такая. И сама еще жизнь. И для цыпленка воздушное пространство там. Да, это пуповина или как она? Не пуповина. И ровный какой корпус-то у нее. И какой еще малый, цвета сделается желтого. Значит, нам есть за что богословить? Да, конечно. Смотришь на эту курицу. Ну, курица, курица привык. А когда начинаешь вникать в эти тонкости, ого-го, какие глубины. А мы этого не видим, не замечаем. А когда вот мы говорим, язык подставляет нужные фразы, как он поворачивается, нужные буквы, даже не думаем. Понимаешь? Да еще бывает, когда человек не искренне говорит, он должен помнить, как было и как надо перевернуть. А я вот иногда задумываюсь и не могу понять, как вот младенцы, живя, например, в русской семье, начинают понимать русскую речь, учатся однорусскому. А у англичан английскому языку, у немцев немецкому. Вот не могу понять, как это собака, а как собака понимает немецкую речь? Или она на уровне инстинктов вырабатывается у него команда? Или как вот? Дивные дела твои, Господи. А сколько везде чудес? Чудес. Вот крылышко, сколько в нем этих зацепочек, ну как, чтобы не разлеталось. Вот в одном перышке голубя этих зацепочек 75 тысяч. Ого! В перышке? Да. А сколько перышек? А сколько перышек? А сколько крылышек, всякие крылышки, чтобы полетел, не упал. Я вот посмотрел как-то снимок недавно, летят голуби высоко, и голова вытянута, и очень сильно похоже на современные самолеты, как кабина у него, чтобы больше подъемная сила была. Иначе на таком положении он голубу не удержал бы. А у него подъемная сила, очевидно, подбородок давит. Я понял это. Вот сейчас вот последний самолет сделали военный, Су-34, его называют утенок. Он по форме полностью как утенок. Нос, сделаны все, и летает. И кабина та же кверху, в виде головы. Да, и головой. И как смотришь, в профиль смотришь на него, как голова, в общем. А эти вертолеты, как это, шлем, как у стрекозы, даже сколько взято. Сейчас вот эти нанороботов делают, маленьких. Полностью движение крыльев, как у стрекозы. То есть такие технологии, что компьютер разрабатывает, видит, выдает программу, и ты уже делают, как стрекоза он летит вообще. Я хотел тебя спросить, ты когда дорогой едешь, о чем ты думаешь? Вот туда-сюда, длинная дорога, сейчас ты ездишь. А я молюсь, я давно уже приучился. Просто ездишь, молишься? Да, я еду, молюсь, у меня уже это в привычных правилах. Так, ну если ты уже чувствуешь, что спать надо, какое лекарство можно дать человеку, чтобы он не заснул за рулем? Только одно, спать. Отойти в сторону и поспать, да? Отъехал, сразу упал, 10-15 минут, стрепнулся и поехал. Правильно. Это я ездил. Другого больше ничего нету. Ты знаешь, мы как далеко-то ездили. Это шоферы, дальнобойщики, все одинаково говорят. Я, говорит, могу сидеть с раскрытыми глазами, но ехать уже куда попало. Уже бывает такое, что смотришь, а уже мозги не соображают, уже двоится, троится, так что будь аккуратен. Я, будучи в Караганде, я жил, мы вот так с тестем чуть не убились. Он всю ночь ехал, уснул, а я под утро открываю, а мы уже чуть ли не в пропасть. Я колесо дотянулся до руля, успел, и как раз на кочке правой подпрыгнули, на краю обрыва, и повернулись, и там, в общем, ну остались живы. Он уснул, а я проснулся, слышу шорох, открывая глаза. А потом вот попали сюда, крещение, по-моему. Ты знаешь, вот Гаврил, у него отец был, Леша, ты не захватил его, он по магнитофонам все знал. И мы покупали пленки, и поехали в Новосибирск. Ну, я-то никаких прав не имею, а на велосипеде умею, он показал, у него два мотороллер, один сломался, он за ним поехал, двоем мы поехали, а теперь он там его отремонтировал, и надо на второй. Ну и... Вас посадили. Он едет впереди, его милиционеры останавливают, а я там, ну сколько, метров 200 сзади-то. Я на милиционера-то смотрю и не вижу, что он в сторонке его, а бордюр низкий. И меня дернул, я не упал ничего, мимо милиционера, с той стороны бордюру пронес, с обратной стороны и выехал. А когда ехали сюда, мы договорились, если полиция, или милиция тогда была останавливать, мы оба соскакиваем и суетимся вокруг Маталорина. А у кого спрашивают, они не поймут, мы же закрытые. Ты подаешь, а я просто сидел сзади. Дорога длинная, за ровем-то я сидел. Смешались, и все, то шофер, то пассажир. Мы как-то с Новосибирска ехали, да, вот Алтайки доехали, а тут лес, лесом ехать. Дождин был, думал, просто стеной стоял. И вдруг, тут КП выходит, милиционер, кого-то ждали в такую погоду, одетый как. Подходит, что вы ночью тут делаете, что везете? А мы купили пленки. И вот как у тебя этот прицеп полный, загруженный. Мы говорим, пленки везем. Какие пленки? Магнитные. Мы златоустно считали, я говорю, Жития Святых и Библию. Он, мужики, гляжу, у него глаза в разбежку, он махнул рукой на нас. О чем говорят мужики сильно? Говорят, ты как-то схитри. У нас никогда этого не было. Мы говорили как надо, и всегда получалось. Варианта два. Или молчи, или говори поистине. В одно место мы приехали как-то. Ну, тоже, пленок нету. Но я вижу, пленки есть. у нас разрешено только пять продавать. Я говорю, мы насчитали Жития Святых. Скажите, а вы не слышали, там у вас Клавдия, у Стюжанина, воскресло? Я говорю, я встречался несколько раз. Ну-ка зайдите в кабинет. Я с ними поговорил, они нам все отдали. А это несколько ящиков. Тогда же такой дефицит. А тогда нельзя было. Были пленки, это 375 метров, 8 часов 20 минут, 4 дорожки. И мы в Москве были, какая-то шаболовка. Там хороший у нас дом был заезжать. Гордеев, ты знаешь, Михаил Федорович, к нему продают. Игорь заезжал. Ну, я слышал, но я не видел его. Не видел его. Не видел. Вот. Ну, и с директором стали говорить, а мы приехали, денег не рассчитали. И там, ну, старыми деньгами тысяча. У меня 72 рубля, оклад был, сторожем. Он говорит, ну, ладно, возьмите, только вы мне Библию можете достать. Мы говорим, достать. Он нам дал, ничего не спросив. Нам до того удивительно было. Ну, на завтра мы явились. Он говорит, еще, видимо, пленок достанет. И мы ему деньги вернули. Когда правду говоришь... Людей располагает это. Да. Ему так это и нужно было. Нужно. Мы заговорили, и такое было удивительное свидетельство. Я просто свидетельствую, что правда всегда возвышается. Дивны дела твои, Господи. Ну, да благословит тебя Бог. Спаси Христосу. Слава Христу. Если я потребуюсь, тут моя территория, знай всегда. Ага. Так. Ну, я до вечера, ключи вон они. А, ключи отдал уже. Да, отдал. Вечером я обратно его пригоню. Опять перейдешь. Ну, зайдешь ко мне. Никита у меня не уехал, он заболел. У него все равно обнаружили гнойный гайморит с двух сторон. Ну, это мы сейчас выкачивать будут, да? Не знаю. Ну, чтобы только не долбить. А я у Дубунова совсем там что-то неладно. Поджелудочный там проверяли. Он уже три раза из дома брали. Так что помолись о нем. Вы два для меня, Игоря. Забота. Ничего-ничего было. И тут бах. Попал в больницу и пошло. Да. Да. Как вот это. У нее что-то там желчь стала поступать куда-то не так. И вот как? Это знаете, это у Любы Минаевой. Когда мы переехали, она переехала. У нее такая ревность на Великий пост сыграла. Это про кого говоришь? Люба Минаева с потерявки. А, ну-ну-ну. И она отказалась, ну, решила не есть. И первую неделю ничего-то не ела и не пила. И у нее приступ случился. У нее в желчном пузыре камни двинулись. Ее, ну, в общем, ее... Ну, что-то тут такое, я толком не знаю, но слышал, будто бы связано с этим было. С этим делом очень аккуратно. Я грешный человек, слабо пащусь. Я все равно воды выпью, иначе у меня судороги начинаются. Водички надо пить. Ну, в общем, там своя технология соблюдается. Ну, слава Богу, паспо-средители. Ну, храни тебя Господь. С Богом. Давай, с Богом. Хороший брат. Жена у него хорошая, мастерица. Все, ребятишки у него. Вот он пошел. Это его машина. Маленько что-то узнали. Он не бесхитростный. И ищек задумал нам дать в лагерь. И ищек. А деньги не берет. Ну, кое-как ему деньги отдали. Не говорит, почем, чего. О, и вот он выходит. Теперь будет прицеплять, развернется. Это наружка у меня. Все, пока на этом. А, и вот он. А, и вот он. Продолжение следует...